23 июля 2019 года. Доброе утро, друзья! Это программа Рунет сегодня на волнах Финам.ФМ. Напомню, слушайте нас либо на частоте 99,6, если вы находитесь в столице, это радиочастота, либо вы можете также, оказавшись на финам.фм, собственно, тем же образом слушать нас и слышать нас в любой точке земного шара. Также напомню о том, что на финам.фм идет видеотрансляция, где можно увидеть наших гостей. А гости этой студии сегодня Виталий Мышляев, гендиректор компании Силума. Виталий, приветствую. Привет, Максим. И Денис Давыдов, исполнительный директор Лиги Безопасного Интернета. Приветствую, Денис. Привет. Значит, коллеги, как обычно, я расскажу о том, что нашим слушателям программа – это о главных новостях в Рунете, в глобальной сети, в цифровом пространстве более широко. Мы отобрали некоторое количество этих новостей. Сейчас я их оглашу, и мы начнем обсуждение. Значит, для начала те новости, которые не вошли в подробные обсуждения, но можно о них вспомнить вот в этом нашем эпиграфе и вводном разговоре. Журнал «Русский пионер», принадлежащий Прохорову, по слухам собирается создать закрытую соцсеть. Говорят, компания «Автодеск» купила видеосервис и мобильное приложение «Сошел Камп» за 60 миллионов долларов. Сделки в западном интернете, в американском, в частности, они даже десятки миллионов долларов считаются, в общем-то, несерьезными. Если на сотни миллиардов не вышло, то это так, семечки. Госдума, возможно, будет рассматривать вопрос о введении налога на рекламу в блогах. Такие слухи ходят, не факт, что случится, но тем не менее. По предположению здания CNews, лаборатория Касперского разрабатывает собственную операционную систему. Вот такие дела. Какую-то безопасную операционную систему, которая, быть может, появится на рынке, быть может, нет. Также можно вспомнить о том, что на прошлой неделе PayPal сделал публичным, причем, по-моему, невольно сделал публичным факт того, что он собирается подключить расчеты в рублях, а значит, очевидно, выходит, собирается выходить всерьез уже на российский рынок. Собственно, это не странно, поскольку, если вы помните, Владимир Долгов, бывший глава российского Google, перешел в eBay, а eBay и PayPal — это одна корпорация. В общем, ясно, что они готовятся что-то делать в России. Ну и, наконец, можно вспомнить о том, что Twitter подключил таргетированную рекламу по графическому положению, по типу устройства. Ну и, наконец, главные новости, о которых мы сегодня будем говорить однозначно подробно, это назначение нового руководителя корпорации Yahoo, многострадальной корпорации Yahoo, как мы за эфиром уже обсуждали, претензии Роскомнадзора, CliveJournal и YouTube, а также любопытное исследование, которое касается эффективности рекламы в соцсетях, в частности, в Facebook. Провели такое исследование журналисты BBC, и об этом расскажем. Ну и, наконец, разумеется, поговорим о скандале, разгоревшемся вокруг соцсети ВКонтакте. Вот такой вот длинный анонс, длинная повестка дня, ушедшая неделя. Что вам, коллеги, показалось наиболее интересным? Виталий. Мне кажется, довольно-таки интересно про операционную систему Касперского. Насколько я знаю, они делают не массовую такую на рынок продукт, как там Chrome OS или подобное еще решение. Они делают некоторое такое нишевое решение для госорганов, может, для организаций, для госкорпораций, что-то такое. Потому что явно есть проблема с безопасностью и с хранением данных. По-моему, в Иране это все началась история, что кто-то, ну, что-то взломал какие-то военные сервера, база данных, что-то увел какую-то информацию, потому что либо это какие-то самописные решения, сделанные госорганами и не сильно технологичные, не сильно безопасные, потому что сейчас уже, конечно, коммерческие корпорации далеко вперед ушли по технологиям, либо это решение, опять же, на базе Windows или каких-то других платформ, которые, ну, в столь таких серьезных вещах, где цена ошибки слишком велика, не проходят по безопасности, слишком немассовые, закрытые. Вполне хорошее решение, мне кажется, Касперск. У них сейчас хорошие ресурсы, запасы есть всего этого. В общем, Касперскому идти в направлении разработки подобного рода продуктов сам Бог велел, поскольку что будет дальше с антивирусным софтом пользовательским с годами, это еще вопрос. Потому что, да, массовая операционная система, они уходят в облако, а госорганам, наверное, не надо пока в облако уходить, либо какое-то свое такое. Возможно, никогда не нужно. Да, Касперскому он же в мировое господство метит и не стоит в лоб с большими конкурентами бизнеса, которые там под крылом Intel или еще кого-то. Они идут своим путем, вполне хорошая стратегия. А из главных новостей что тебе показалось наиболее интересным? Из главных новостей, ну, про, естественно, мне как интернет-маркетологу про Facebook очень интересно, я вот тут хочу много поговорить. Поговорим. Ну, и то, что мы поговорили сейчас перед передачей про вот эти все злободневные темы про ВКонтакте, про цензуру, это, конечно, да, очень интересно. Денис, твое мнение о ушедшей неделе? Ну, я соглашусь с Виталием, операционные системы, конечно же, которые все ждут, и все ждут именно российскую операционную систему, потому что, ну, нельзя... А я понял, это твоя тема безопасности. Безопасная операционная система. Ну, вообще операционная система нужна. Конечно же, она необходима. Она необходима как государству, так и, наверное, российским разработчикам. Я уверен, что рано или поздно эта операционная система появится, кем бы она ни разрабатывалась. Ну, точнее, пожалуйста, какая операционная система? Потому что, ну, как мы знаем, она существует и не одна. Я имею в виду полностью российские разработки, которые действительно позволят работать и эффективно работать всему государственному сектору, не только государственным учреждениям, не только ведомствам, министерствам, но и государственным компаниям. И мы можем говорить о том, что это, ну, достаточно такой массовый рынок, большой рынок, потому что сейчас очень много государственных компаний, в том числе, используют, ну, естественно, решения, решения не российские. Потому что российских просто нет. Гипотетически возможно, что со временем госорганы и иные службы, которые нуждаются, в частности, в секретности, они перейдут на некую российскую разработку операционную систему. Именно так и должно произойти в будущем. С Windows и Linux и операционной системы от Apple. Это же, это же, мы просто говорим о том, что это часть информационного суверенитета страны. И такая страна, как Россия, должна обладать полностью информационным суверенитетом, в том числе и того, что касается российского программного обеспечения, программного обеспечения, которому полностью бы доверяли, как в госсекторе, так и в коммерческом секторе. Я понял. Мы сделали бы эту новость одной из главных обсуждаемых, но поскольку это пока что предположение, напомню, что это предположение компании CNews, издания CNews, которые нашли ряд вакансий на HeadHunter, на кадровом портале, которые явно указывали на то, что Касперский нечто подобное готовит. И Касперский даже не лично, а его служба пиар косвенно это подтвердили, или даже прямо подтвердили. Однако, уже мы видим, мы пока не понимаем, будет ли такая система. Но хорошо, что опять же об этом говорят. Хорошо, что вернулись к обсуждению проблем. Об отечественной операционной системе говорят, по-моему, уже очень давно и очень интенсивно. Вопрос, к чему это приведет. Главное, чтобы она историю российского iPhone не повторила. Ну, там даже вообще, была ли эта история? Это имеется в виду какой-то... Когда Медведеву приносили какой-то странный аппарат с двумя экранами, который не включился. Какая-то китайская разработка с... Русская разработка в Китае произведенная, что-то вот это вот... С ГЛОНАССом, что главное. Ну, да. И PayPay, конечно. Ну, просто такая операционная система может еще в подарок к русским ракетам идти, которые продаются на экспорт хорошо. Окей, коллеги, я предлагаю двигаться вперед. Мы начнем с разговора про Yahoo. Но, видимо, сделаем это уже после новостей. Сейчас перед новостями у нас осталось полтора минутки. Я задам вопрос. Вы вообще когда последний раз пользовались сервисами Yahoo? Я финансами регулярно пользуюсь. У них хорошая финансовая сервис. И трейлеры любят смотреть. У них, как у Apple, большая подборка трейлеров эксклюзивно. Они на радикатный контент делают ставку. Ты довольно продвинутый пользователь Yahoo. Так, Денис. А Yahoo, по крайней мере, мне позволяет находить какие-то документы, которые... Документы, я имею в виду, на английском языке, документы штатовские, американские, которые не дает Google. Подожди, а у них поисковый движок какой вообще? Я сейчас не скажу, какой поисковый движок у Yahoo, но в том, что Yahoo позволяет находить документы, которые не находит Google, это 100%. Документы, касающиеся чего, интересно? Документы, ну, в частности, касающиеся информационной безопасности. Ну, слушайте, вы прям продвинутый пользователь Yahoo. Мы так собрались, на удивление, нерелевантная аудитория здесь для Рунета, потому что я ждал ответа, что в духе того, что я, конечно, знаю, что Yahoo существует, но, в общем, не очень понимаю, зачем она нужна и что она делает в Рунете. Вообще, кстати говоря, потенциально ждете Yahoo в Рунете? Ну, хотя бы гипотетически. Ну, по-моему, они же были, даже пришли и что-то помахали ручкой и ушли. Ну, как, они были в духе гостей, которые, знаешь, заскакивают, типа, здравствуйте, что у вас здесь? А, ну, и все, и исчезают. Ну, у нас тут своих Yahoo хватает. Хорошо, мы поговорим про мегастрадальный холдинг с оптимистичным названием после выпуска новостей. И снова добрый утро, друзья. Это программа Рунет сегодня, 23 июля 2012 года. Напомню, что можете слушать нас как на частоте 99.6 в прямом эфире, так на сайте финам.фм и также в подкасте, если и когда вы опоздали на выпуск программы в понедельник. Мы выходим с 11 до 12. Каждую неделю в этом случае, подписавшись на подкаст или скачав его с сайта, вы сможете послушать программу в любое удобное для вас время. Напомню также о том, что в Твиттере Максим Спиридонов, это мой личный Твиттер, сопровождается трансляция вопросами, которые адресуются вам, слушателям этой программы. Я обращусь к Твиттеру через какое-то время для того, чтобы почитать то, что вы там пишете. Значит, еще важно сказать о том, что гости программы, как обычно, специалисты области интернет. И сегодняшние приглашенные это Денис Давыдов, исполнительный директор Лиги Безопасного Интернета, и Виталий Мышляев, гендиректор компании Сила Ума. Коллеги, значит, мы начали говорить про Яху, и, как выяснилось, вы довольно активные пользователи в сравнении с средней температурой по Рунету, этого холдинга, этого портала. Однако, как мы знаем, вообще в России это не совсем так. Ну, да и, собственно, в Америке это тоже не сказать, что особенно в расцвете. И о том, что происходит в Яху, о том, какие там подвижки, нововведения, к чему они могут привести, мы будем говорить в следующие несколько минут. Новым руководителем корпорации Яху станет Мариса Майер. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе. Ранее госпожа Майер 13 лет проработала в компании Google, где она занимала пост вице-президента и участвовала в создании таких продуктов, как почтовая служба Gmail, картографический сервис Google Maps, инструмент настройки главной страницы поисковика iGoogle. Может, я слишком скептически настроен, но порой кажется, что из жизнеутверждающего в Яху осталось действительно только название. Там вот такое с высказательным знаком, как мы знаем, да? Объясню, что я имею в виду. Помимо собственных сервисов, Яху владеет долями в таких корпорациях, как Alibaba китайская. Доля оценивается в 14 миллиардов долларов. В японском отразделении Yahoo Japan, которое является самостоятельным юридическим лицом, и доля там у Яху головного офиса оценивается примерно в 6,5 миллиардов долларов. По состоянию 31 марта 2019 года на счету компании было 2,2 миллиарда долларов кэша, фактически. А капитализация, внимание, если кто успел посчитать, оценивается в 19,5 миллиардов долларов. То есть, получается, что собственные активы Яху, они отрицательны. То есть, все то, что происходит в Америке, включая трейлеры и Яху финанс, которые так любят Виталий Мышляев, они на самом деле только тянут вниз корпорацию, создают отрицательное значение. Если бы это все было сброшено, загашено или куда-то убрано неизвестно куда, то компания, видимо, стоила бы дороже. Вот как вообще вы к относитесь к тому, что происходит там? Ну, вообще Яху интересная компания. Мне кажется, как опять мы обсудили с Эфиром, что очень, так если про технологии, чтобы было, мне кажется, больше понятно, что с ним происходит. Очень похоже на русский Рамблер, который точно так же был лидером, был таким пионером, проводопроходцем, и сейчас как-то потерялся там в рынке, и сейчас разные стратегии пробуют, как... Ну, если точнее быть, то, наверное, Рамблер похож на Яху. Ну, да, прошу прощения, да, Рамблер похож на Яху. Но, честно говоря, я застал еще тот интернет, там, когда Яху, альтовисты еще были, когда Гугла еще не было, или он там только появлялся и был какой-то не очень понятный. И тогда Яху было круто, и, ну, наверное, бывает у компании какой-то, в какой-то момент отрыв от реальности, когда череда успехов происходит, и они начинают не видеть, что происходит на рынке. Вот сейчас Яху пытается это выбраться. А есть версия, какая была главная ошибка Яху? Вот та, которая привела в итоге к стагнации сегодняшней, пятому руководителю, который меняется за пять лет, внимание, и в итоге отрицательному значению всех американских активов. Ну, вот субъективно, мне кажется, они просто запутались в своих сервисах, потому что, когда появился Гугл, он чем всех взял? Это, ну, во-первых, новый алгоритм поиска, а во-вторых, и на своей чистотой, Майер, который является сотрудником Гугл номер 20, она ответственна за тот самый дизайн поиска, дизайн главной страницы Гугл. Это она оставила на том, чтобы он был такой аскетичный, чтобы была только одна поисковая строка, и что никогда в этой вселенной, в этой жизни там не будет продаваться реклама на главной странице. Значит, для Яху такой ход конем, взять подобного человека с подобным бэкграундом? Мне кажется, это такой, как есть какие-то этапы, когда либо компанию развивают, чтобы она заработала денег, либо ее переупаковывать, чтобы она красивее выглядела. Потому что, опять же, для американского общества был скандал с предыдущим руководителем Яху, который подделал данные в образовании и выяснилось, что он не имеет то ли докторской степени, то ли еще чего-то. Да, некой степени. Да, 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 и был скандал, и из-за этого его уволили. Денис, ты как смотришь на Яху и его перспективы? Ну, я думаю, что перспективы Яху безрадужные. Перспектив, скорее всего, нет. Если говорить о том, почему я Яху проиграл, ну, очевидно, что это рост мобильных девайсов, и Google взял тем, что, собственно, спроектировал свою операционную мобильную систему. И именно благодаря мобильным устройствам доля Google в поисковых запросах она неуклонно растет. А если говорить конкретно о Марисе Майер и о ее переходе в Яху, то, знаете, лично я думаю, все это вызвано, это мне напоминает чем-то контроль Майкрософта над Нокией. И последующее снижение капитализации Нокии в пять раз. То есть, скорее всего, Google прибирает к рукам Яху, и рано или поздно это произойдет. Ну, вообще, сравнение Яху и Нокия, наверное, довольно уместное. И то, и другое, два таких огромных концерна, корпорации с огромнейшими историями успеха, стоящие миллиарды долларов, но сегодня во многом являющимися колоссами на глиняных ногах, качающимися и рискующими со временем, разумеется, как-то сложиться. Я все-таки всегда сохраняю веру и надежду в то, что подобные успешные предприятия смогут как-то преобразоваться и что-то найти. Там, Нокия что-то ищет, Яху что-то ищет, вот, наняли девушку и... Рамблер даже ищет. Не, Рамблер тоже, и, кстати говоря, я вот, зная изнутри несколько, поскольку знаком со многими топ-менеджерами, Рамблер, собственно, со всеми, наверное, начиная от гендиректора, директора по продуктам, я скажу, что вижу, что там происходит и не теряю надежды так же. И вижу вполне возможно перспективы того, что он станет, конечно, не на том уровне, как он был на заре своего существования, когда он был фактически флагманом русского интернета, но займет свою нишу весьма значимую и перспективную. Вот, значит, хорошо, коллеги, нам нужно двигаться дальше, наверное, я скажу к этому, что, ну, из забавных фактов добавлю, что нанятая Мариса Майер находится на шестом месяце беременности, то есть интересная ситуация добавляет интересное положение назначенного гендиректора. Вот, это, конечно, не меняет дело, но ясно, что через три месяца у нее будут, в общем, задачки поважнее, чем руководить Яху упаковкой-переупаковкой на какое-то время, хотя мы знаем, что работающие мамы сегодня бывают достаточно эффективны. Мы будем двигаться дальше и прежде чем задать, прежде чем власти следующую новость, я задам вам следующий вопрос. Кто должен следить за правопорядком в Рунете? Кроме Лиги Безопасного Интернета, которая представляет здесь Денис Давыдов. Ну, во-первых, обеспечивать правопорядок должно государство. Это его основная функция. Но если мы говорим о Рунете и о его экологии, об экологии Рунета, то, конечно же, сами сервисы, особенно те сервисы, в которых сами пользователи создают контент, должны прилагать немало усилий для того, чтобы обеспечивать правопорядок хотя бы на своих площадках. Виталий, согласен? Да, полностью согласен. Я бы еще только добавил, что нужно государству не только в лоб, так сказать, все это защищать, а охранять. Нужно еще как-то с образованием все это делать. Ну, нас же все в школе учили, что ругаться плохо, что есть там родители, бабушки, дедушки учили заповедям. Просто говорили, что не кури, где-то плохо, меня воспитали так, я не курю и ничего такого не употребляю. Мне это объяснили. Точно так же должно быть центрально в 21 веке надо еще учить таким Евангелие пользования интернетом и в первую очередь защитить себя сам, что называется. Ну, хорошо. Сейчас о новых случаях проявления активности государства в сфере регулирования сети. Роскомнадзор потребовал от нескольких интернет-ресурсов, в число которых вошли блок-платформы LiveJournal и видеохостинг YouTube прекратить незаконное распространение персональных данных россиян. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства. Чуть позже представитель живого журнала заявил, что блок, в котором появились личные данные некого гражданина России, уже закрыт за нарушение правил использования сервиса. Является ли для вас новость продолжением так называемого закручивания гаек в Рунете, о котором в последнее время говорят? Вовсе нет. Это вообще параллельная такая тема, которая двигалась параллельно. И в некоторые моменты даже перпендикулярно. Это удивительное свойство параллельной темы. потому что в данном случае речь идет о запросах Роскомнадзора, профильного ведомства, которое защищает персональные данные о разделегировании доменов. И эти обращения о разделегировании доменов были направлены как раз тем регистраторам, регистраторам тех доменов, на которых допускалось распространение персональных данных россиян. И вот если мы с вами вспомним русликс.орг был такой ресурс, который распространял персональные данные. Там было несколько баз данных от телефонных до перелетов. Я там даже себя находил, когда в 2005 году куда-то летал, нашел себя по номеру паспорта и увидел все свои перелеты. Ну, конечно же, совершенно наличие таких ресурсов совершенно не гарантирует неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность личной жизни и те тайны, которые гарантируются Конституцией. То есть все это должно быть только у государства и поисковых систем, потому что у них это, как мы знаем, есть. Ну, есть же законодательство, в том числе закон о персональных данных. И это законодательство, оно и устанавливает порядок оперирования вот этими данными, порядок их распространения, порядок их передачи, хранения. И вот здесь конкретно Роскомнадзор просто выполняет свои полномочия. Опять же, почему он делает это именно так? Потому что если обратиться напрямую к властям Соединенных Штатов, многие ресурсы, многие домены зарегистрированы именно в США, Соединенные Штаты очень часто говорят, особенно если это касается персданных, но они отвечают то же самое, даже если это касается наркотиков. Вот их ответ. Информация, которая распространяется на этих сайтах, которая там размещена, она не затрагивает права и законный интерес граждан США. Поэтому до свидания. Хорошо, давай послушаем точку зрения LiveJournal, который в этом смысле пострадал отчасти. У нас на связи руководитель LiveJournal Russia Илья Дронов. Илья, приветствую тебя. Доброе утро. Ваша позиция по ситуации? Ну, ситуация на самом деле оказалась достаточно простой. Все эти требования, которые выставлял Скомнадзор, а мы в итоге получили уведомление, это правда в электронной форме, потому что они нам его все-таки отправили на твердом носителе в американский офис. И относительно этого, вот я слушал ваш предыдущий разговор, да, можно сказать, что все-таки они отправляли запрос не регистратору. И, насколько видно из таблицы, которая была опубликована на сайте Скомнадзора, пяти компаниям отправлялись в компании, только одной компанией отправлялась регистратору заменных имен. Соответственно, там вся история выясненного яйца не стоит. Там действительно были нарушения третьих, ну, в смысле, персональных данных определенного лета. То есть, действительно были выложены персональные данные, которые вы удаляли? Да. Удивительно то, что в этой ситуации Роскомнадзор повел себя на удивление деликатно и осторожно. Даже отказался от комментариев сейчас. Редактор программы Рональд сегодня обратился к ним. Они сказали, что, пример следующее, не желают раздувать уже улаженный конфликт, и поэтому, в общем, нечего им комментировать. Все в порядке. А почему такие... Потому что я думаю, что они действительно получили к себе такое внимание за ту рутинную процедуру, которую они обеспечивают, да? А нужно понимать, что, в общем, Роскомнадзор, как бы, это государственный орган, который вынужден отвечать, если к нему обратился какой-то гражданин. Более того, у него есть СВ, у него есть сроки, в которые он должен ответить. Поэтому, если он эту проблему каким-то образом не будет решать, он сам пострадает от того, что он ее не решает. Вот, другую вещь, о которой стоит сказать, да, о том, именно с интернет-ресурсами, у них, конечно, не отлажен, да, потому что, например, в том же самом ЖЖ есть стандартная процедура по обращению, если чьи-то персональные данные выложены без ведома их владельца или без явного разрешения их владельца. Эта процедура четко описана в правилах использования сервиса, и она предполагает заморозку технижников, которые это делают. Илья, у нас мало времени, извините, пожалуйста. Последний вопрос. Каких дальнейших действий ты ожидаешь от Роскомнадзора, если ожидаешь? А, мы будем с ними договариваться, соответственно, чтобы они это делали впредь более таким правильным путем. Соответственно, я не думаю, что текущая ситуация, которая произойдет, что-либо изменит. Все будет, в общем, только так же, как и всегда. Ну, хорошо. Спасибо большое. Это был комментарий Рукоэтир Лайв-Джурнал Раша Ильи Ядронова. Мы продолжим разговор после выпуска новостей. И снова доброе утро, друзья. 11.32. Мы продолжаем Рунет сегодня. Рассказ о главных событиях ушедшей недели в цифровом пространстве, в частности в интернете и Рунете. Однако, следующая новость будет касаться не столько Рунета, сколько вообще глобальной сети. Говорить будем во многом о Фейсбуке. Но до того напомню о том, что обсуждаем мы события недели с гостями студии и представлю их. Это Виталий Мышляев, генеральный директор компании Силума и Денис Давыдов, исполнительный директор Лиги безопасного интернета. Коллеги, а что вы думаете о рекламе в соцсетях, об ее эффективности? Позвольте начну. Мне кажется, что обычная реклама есть обычный канал, есть партнерские сайты, есть контекстная реклама в поиске, есть в социальных сетях, можно покупать рекламу на порталах. Это один из каналов. Очень модный, очень переоцененный, очень какой-то созданный культ из него. Но я считаю, что это просто есть один из каналов. Есть веб, есть search, есть дисплей реклама, есть там мобильная реклама, есть email маркетинг, есть соцмедиа, есть каналы коммуникации, в которых люди общаются и ничего более. Согласен с тем, что реклама в соцсетях переоценена? Абсолютно. Нельзя переоценивать рекламу в соцсетях, потому что действительно имеется достаточно большая возможность получения информации из других источников. И не стоит переоценивать социальные сети. Вот как мы видим по исследованию BBC, именно это и произошло. Хорошо, вот сейчас об эксперименте BBC с рекламой Facebook. Рунет сегодня. Журналисты медиакорпорации BBC провели исследование, которое призвано выявить эффективность рекламных кампаний в социальной сети Facebook. В ходе эксперимента представители СМИ создали в соцсети страницу несуществующей фирмы, которая не имела собственных продуктов, после чего заказали ее продвижение внутри сервиса. В результате выяснилось, что большая часть лайков страницы выдуманной кампании была получена от пользователей с сомнительными данными в личных профайлах. На этом основании исследователи сделали выводы о том, что деньги, которые направляются на продвижение бренда в Фейсбуке, тратят напрасно, а сама соцсеть не заинтересована в удалении поддельных аккаунтов. Несуществующая компания, страницу которой создали журналисты, называлась Virtual Bagel, как это считается по-английски, виртуальный бублик. Реклама в соцсети стоила 10 долларов в день, первоначально страница получила 1600 лайков, большая часть от пользователей из Египта, Малайзии, Филиппин, хотя реклама была таргетирована не только на эти страны. В общем, одним словом, ситуация такая была довольно странная, если не сказать комичная. То есть, все-таки все пропало. никаких клиентов для бизнеса и соцсетей нам не получить. Виталий? Ну, мне кажется, новость можно несколько переформулировать и точно так же можно сказать, журналисты BBC провели исследование, которое выявило, что есть в интернете неэффективная реклама. Ну, она везде есть. Точно так же я слышал отзывы от наших клиентов о том, что мы вот там давали рекламу, ну, не будем говорить где, и вот нам кажется, там боты накликали, что это был какой-то трафик, и никто ничего не купил, не заказал. Мне кажется, абсолютно обычная история, что во всем есть погрешность, то же самое. Google Analytics, главный инструмент веб-аналитике, имеет погрешность процентов 20, и мы как-то с этим живем, и все нормально. И точно так же, что здесь, я кажется, очень сомневаюсь, надо смотреть всегда методику таких исследований, как это размещалось, куда нажималось. Всегда есть человеческий фактор, и нужно понимать методологию этого составления исследования о том, что, ну, сделали рекламу, она неэффективна, но это сплошь дорядом. У нас есть клиенты, которые там просто в миллионы выкидывают в мусорное ведро и не догадываются об этом. То есть, это ответ в духе вы не любите кошек, вы их просто готовить не умеете? Я думаю, так. Денис, а ты умеешь готовить кошек? Комичная ситуация, конечно, когда несуществующие пользователи голосовали, лайкали на несуществующую компанию и несуществующий продукт. Кстати, мне кажется, это релевантно как раз. Да, все сошлось. Да. Несуществующая компания, ее лайкают несуществующие пользователи. Целевой трафик. Абсолютно. Еще виртуальные деньги это подрывает доверие рекламодателей прежде всего к такой модели продвижения своих услуг или своих товаров. Это подрывает доверие к соцсетям таковым и в частности к Фейсбуку. Ну, конечно. А еще на фоне снижения стоимости Фейсбука вот такие исследования и такие заявления ну, они, конечно же, подливают масло в огонь. Какая-то заказуха. Ты думаешь, что BBC копает под Фейсбук? Не то, что копает, но это злободневная тема акция Фейсбука падает и вот надо вот еще там потанцевать на этом, попрыгать. То есть, в общем, сотрудники BBC купили в короткую акции Фейсбука, то есть сыграли на понижение и выпустили сюжет и держат, сидят, сидят, держат кулаки. Ну, может быть, не так, да, конечно. Ну, любую рекламу точно так же можно в Яндексе купить рекламу и сказать, мы вот разместили ее, она неэффективна. Я предлагаю поговорить еще вот в каком контексте об этой истории. Конечно, разные источники рекламы в интернете, в офлайне, они могут быть эффективны или неэффективны в зависимости от того, как их готовят, какие маркетологи подходят к их производству, насколько уместны это или конкретно продукты или услуги. Это ясно. А вот вообще, насколько соцсети на сегодня насыщены, если можно так выразиться, сколько много там ботов, сколько много там нереальных виртуальных аккаунтов, которые создают нереальную, как следствие, активность. И так дальше, вводя уже в жизнь, таким образом, добавляют нереальной капитализации компании, ее стоимости. Ну, ботоводство, да, это такая большая проблема социальных сетей. Опять же, из-за того, что инструмент слишком модный, слишком раздутый, сказать какой-то процент, не знаю, про это был большой скандал на Рифе, там связанность ВКонтакте и одной такой заметной компанией на рынке соцсменной продвижения, в России. Мне кажется, надо просто смотреть все с точки зрения эффективности. Знаете, неважно, бот или не бот, если проводить аналогию с сайтами, есть точно так же обычно веб-сайты простых компаний, простых бизнесов, B2B, B2C, на которые ходят там сотни, тысячи людей и ничего не покупают, ни заказы не обращаются. И какая линия, это бот или реальные люди. Надо работать с аудиторией, надо смотреть на эффективность и все считать. Я вот слушаю тебя, и зная тебя лично, думаю, сейчас ты скажешь о том, что хорошо работая с ботом, можно и с бота деньги получить. Как такой истинтрат-маркетолог. Дожать его на деньги. Да, да, да. Нагреть его. Лид, в смысле, подогреть лид, его интерес. Забавная мысль, да. Денис, что-то хотел добавить? Да, да, я хотел сказать, что, конечно же, наверное, будущее социальных сетей и будущее рекламы в социальных сетях, по крайней мере, мне представляется таким. Все-таки, очень многие пользователи доверяют больше не просто рекламе, которая появляется на страничке, а доверяют мнению своих друзей или мнению друзей-друзей. Поэтому, мне кажется, вот все будет двигаться в этом направлении, именно в направлении того, когда человек, который хочет найти какую-то информацию, он получает ее от своих друзей и от людей, которым он доверяет. И тогда, вот, можно будет говорить об эффективности рекламы, потому что реклама, она не просто ориентирована на какую-то целевую аудиторию, а эта реклама ориентирована на людей, которые с доверием относятся к источнику такой рекламы. Напомню о том, что в Твиттере Максим Спиридонов, это мой личный Твиттер, использующийся время программы в служебных целях. Мы задали, задаем вопросы, по ходу движения не успели еще ни разу обратиться к нему, сейчас вот хочу обратиться, там мы задали вопрос, который сопутствует обсуждению, он звучал так, для чего вы нажимаете кнопку «Мне нравится Фейсбук»? Для чего? ответ такой, высказать свое мнение, показать сопричастность, предсказуемо, чтобы выразить поощрение автору, дальше ответ такой, забавном ключе, но правда, чтобы отдать свои личные данные Фейсбуку, пусть зарабатывает, в таком духе. А вы зачем нажимаете на лайк в Фейсбуке, если нажимаете? Денис? Вы знаете, иногда нажимаю для того, чтобы это все просто сохранилось где-то, и я мог потом вернуться и посмотреть, что... А мне кажется, насколько сложно найти лайки даже прошлой недели? Да, действительно, информация тонет, но найти можно. Угу. Виталий? Ну, я, к сожалению, интернет-маркетолог, и мне приходится лайкать все и подписываться на все. Все просто. Я все изучаю, все читаю, и... Ну, есть другой такой преданной характер. Недавно нашел такой простой способ исследования каких-то продуктов или информации, насколько она в России известна. У меня там, ну, в Фейсбуке, наверное, под тысячу друзей. Если я вижу какой-то интересный там сервис, стартап, приложение, еще что-то, там материал, я захожу на страницу в Фейсбуке, лайкаю и смотрю, кто же там из моих друзей, там вся практически там верхушка рунета как так или иначе есть. Я смотрю, так вот, Максим Спиридонов тоже читает. Ну, значит, известно, значит, это в России там будет популярно, это уже как бы там не я это первый нашел. Если захочешь, ты смотришь, о, что-то там действительно клевая штука, и никто там вообще из друзей, ноль людей еще это залайкали. Ну, наверное, что-то интересное откопал. Слушая тебя, могу предположить, что получается, что бытоводство вот это вот, эти проценты, по разным оценкам это может быть до 10% ботов в соцсетях, это не страшно, поскольку есть реальные пользователи, есть реальные активности, именно на нее опираются люди, используя социальную сеть, с позволения сказать, вот тем образом, например, как ты сейчас перечислил. Ну, наверное, знаете, можно игнорировать этих бытоводов, но то есть везде есть нецелевой трафик, есть боты какие-то. Надо на реальных пользователей ориентироваться, надо как-то с этим жить и все, на них работать. Не вижу проблем, то есть мне кажется, точно так же она слишком раздута, как вот в предыдущей новости все было. Было бы вот что вот поперетирать косточки. А твое мнение, как маркетолога, ВКонтакте, аналога Facebook в России и лидера, как известно, социальных сетей, в нем больше ботов или меньше, чем в Facebook? Facebook признает 5-6% фальшивых аккаунтов вот по собственному заявлению. Ну, чтобы такие оценки давать, должны какие-то исследования, мы не проводили исследования на эту тему, я могу сказать просто по рекламным кампаниям, которые мы запускаем, очень часто опять же от клиентов слышно, знаете, мы давали рекламу ВКонтакте, что-то там не пошло, а вот в Facebook нам больше нравится. Все надо пробовать и опять же все зависит от объявлений, от копирайта, от продукта, который продается. И вот точно так же у нас есть опыт там B2B какие-то продукты, большие, дорогие, и они ВКонтакте, реклама приносила клиентов. Все же в интернете меряется, все можно малой кровью посчитать. Не случайно мы заговорили про падение котировок, вот новость об исследовании этом BBC наложилась на новость о падении котировок в Facebook на NASDAQ. Цена одной акции соцсети на минувшей неделе падала до рекордных 27 долларов за акцию. К вечеру пятницы, правда, немножко подросла до 28,76. Вот, и параллельно на прошлой неделе были опубликованы данные индекса удовлетворенности американских потребителей. Есть такой, которые действуют о том, что американцы в большей степени довольны, внимание, Google+, чем Facebook. Сейчас эти пользователи жаловались на большие объемы рекламы в соцсети Марка Цукерберга, проблему с приватностью личных данных и на смену интерфейса страниц. Это как вот вы оцениваете? Тут каждому свое, вот, позволь, прямо прокомментирую. У меня, например, ну, везде должен быть зарегистрирован, за всем слежу, все изучаю, профессиональный интерес, но вот лично могу сказать, у меня такая эволюция была. Сначала я полюбил Facebook, потом как-то он прям весь вот стал очень тормозной, у меня какие-то проблемы со скоростью, с производительностью мобильного приложения и просто сайта, он очень стал часто тормозить, и просто я реально утомил информацию. Потом, какое-то время ВКонтакте, я использовал как личное общение с друзьями, я сменил себе фамилию и аватарку, чтобы не находили партнеры и клиенты, чтобы было куда фотографии шелков выкладывать. Вот. А сейчас мне нравится вообще идея приватности, есть очень хороший стартап российский, в который точно так же ДСТ инвестировал, социальная сеть Payer, которая является мобильным клиентом, когда ее ставишь и просто ты со своей второй половинкой общаешься и ведете такую свою маленькую социальную сеть друг к другу, выкладываете статусы, видео, фотографии, музыку, и вот это, по-моему, прекрасно. Сейчас это моя любимая социальная сеть, в которой есть только два человека. Два человека и не больше. Payer, да, 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 это мобильное приложение для айфона и для андроида подключаешься в свою вторую половинку, вы друг другу все это ведете. Нет социального экземпляционизма, когда там статусы меняешь, расстались, встретились, разошлись там, ну, зачем? Мне как-то нравится вот такая идея сейчас. Вообще, в последнее время уже наблюдается довольно серьезная волна на отток, вот так сначала увлеченность социальностью повсеместной и рассказом о том, что я делаю, ем, с кем я нахожусь и прочее. Сейчас некое обратное такое сворачивание, да, Денис? Ну, да, это заметно, потому что люди устали. Устали, и, конечно, хочется больше приватности. Не хочется, чтобы все подряд заходили как раз и смотрели на фотографии шашлыков, а потом это еще и комментировали или демотиватор. Потом еще приходили на эти шашлыки в другой раз, не дай бог. Нет, это еще хуже, когда мы были с Игорем Манновым на семинаре, по-моему, в Казайле или Кетенбурге, и там в программе распечатили мою фотографию из ВКонтакта с какой-то вечеринки, где я с стаканом мохито. Это было неприятно. После этого я сменил фамилию в ВКонтакте. Хорошо. Через небольшую паузу после новостей поговорим о главной новости недели, связанной с ВКонтакте и, простите, бедофилией. И еще раз здравствуйте, друзья. Это уронит сегодня, 23 июля 2012 года. Вы слушаете нас на 99,6 в Москве либо онлайн на финанс.фм. Также можно увидеть на сайте финанс.фм наших гостей по видеотрансляции. Это Виталий Мышляев, гендиректор компании Силума, и Денис Давыдов, исполнительный директор Лиги безопасного интернета. Коллеги, в последнее время проблемы педофилии в Рунете почему-то стали повсеместно обсуждаться. Стоит ли, на ваш взгляд, стоит ли вообще проблема детской порнографии и стоит ли ее обсуждать? Денис. Очевидно, что проблема стоит и обсуждать стоит. И стоит также находить пути для выхода из сложившейся ситуации. А ситуация, она, к сожалению, такова, что Россия один из лидеров по распространению детской порнографии, не только по распространению, но и по изготовлению. Это по чьей статистике? Это статистика Организации Объединенных Наций, Совет по правам человека. Вот как? А по поводу лидеров, кто там вообще? Ну, по поводу лидеров по просмотру, так скажем, Соединенных Штатов Америки, по изготовлению России и Таиланд. Вот как? Грустно. Ну, хорошо. Сейчас про претензии к ВКонтакте в связи с этими событиями. РУНЕТ сегодня. Руководство неформальной организации «Охотники за головами» обратились с заявлением к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, в котором обвинили социальную сеть ВКонтакте в распространении порнографии, в том числе с участием несовершеннолетних. Гендиректор сервиса Павел Дуров отверг предъявленные претензии, заявив, что любые материалы подобного рода удаляются из соцсети аккаунты, с которых они были добавлены, блокируются. Кроме того, администрация ВКонтакте попросила МВД обратить внимание на призывы охотников за головами к физическим расправам над педофилами, с которыми представители организации выступали в своем сообществе в социальной сети. Суть претензий охотников сводится к тому, что во ВКонтакте есть порнография, которую могут увидеть дети, кроме всего, зарисованные в соцсети, и активисты движения обвиняют Павла Дурова в нежелании бороться с порнографическим контентом, и в этой связи, вот, собственно говоря, и предлагают ему, собственно, вменить уголовное дело даже. Денис, ты как-то можешь что-то прокомментировать? Ну, конечно, могу. Дело в том, что Павла Дурова нельзя обвинять в распространении порнографии или в распространении детской порнографии, уж тем более, также в разрадных действиях, которые описаны в заявлении, то есть то, в чем его пытаются обвинить, потому что, действительно, ВКонтакте это социальная сеть, и во ВКонтакте контент размещают пользователи. Если сам Павел Дуров что-то бы разместил, то тогда можно было бы на своей страничке, то тогда можно было бы обратиться в прохранительные органы и попросить перевлечь его к уголовной ответственности. Но вот наш опыт взаимодействия социальной сетью показывает, что вот то, что касается детской порнографии, в социальной сети проблема решена. На самом деле решена, потому что по жалобам пользователей такая информация оперативно удаляется. Лига Безопасного Интернета имеет специальную кнопочку особую. То есть мы также имеем возможность удалять такой контент, удалять пользователей, удалять группы. Но о распространении порнографии как таковой конечно стоит говорить. А почему вы не удаляете порнографию как таковую? Потому что мы можем удалять только детскую порнографию, порнографию с изображениями несовершеннолетних. А что случится, если вы удалите и за компанию обычную? Ну просто любопытно. У вас не стоит запрет на удаление взрослой порнографии? У нас просто нет таких прав. И если мы удалим пользователя, который на своей странице рьяно размещал порнографию, то скорее всего возможно мы лишимся возможности удалять и детскую порнографию. То есть у вас будет конфликт в ВКонтакте? Который за то, что порнография оставалась все-таки? Ну я не думаю, что позиция ВКонтакте в долгую в том, чтобы такой контент оставался. Хотя Павел Дуров и вот в этом наша основная претензия к социальной сети говорил, что помните, может быть год назад он как раз и рассказывал прямо на своей страничке о том, что вообще то, что распространяют, распространяют взрослые, взрослые распространяют в своем микропространстве, они могут видеть это и пусть они это смотрят. Эта позиция вот лично мне непонятна, я считаю, что эта позиция неправильна. Но если мы посмотрим на статью 242 Уголовного кодекса, которая запрещает распространение порнографии, причем запрещает незаконное распространение порнографии, определения законного распространения порнографии нет, вот в отсутствии к тому же определения самой порнографии, а что же такое порнография, вот любая деятельность по привлечению к уголовной ответственности кого-либо становится просто абсурдной. Например, Министерство внутренних дел очень долго пыталось привлечь к уголовной ответственности такого оффлайнового режиссера порнофильмов Прянишникова из Питера. Это закончилось тем, что МВД пришло в суд с заключением экспертов о том, что это порнография, а Прянишников принес в этот же самый суд два авторитетных независимых заключения экспертизы о том, что его фильмы имеют художественный смысл, это не порнография. Закончилось тем, что он был оправдан по всем статьям, потому что суд признал, что это не порнография. То есть вот в отсутствии определения, что же такое порнография, мы постоянно будем упираться в проблемы с запретом и уголовным преследованием тех, кто порнографию не детскую распространяет. А еще вопрос о суде кто и как определить этим судем, что собственно говоря является, не является. У нас на связи есть руководители формального движения, охотники за головами Сергея Жук, собственно говоря, ньюсмейкер. Сергей, вы с нами? Да, здравствуйте. Здравствуйте. В чем все-таки главная претензия ваша? Она касается детской порнографии или порнографии в целом к ВКонтакте? Итак, наша главная претензия, я понимаю, что некоторые попытались ввести тему в сторону на детскую порнографию. Мы детской порнографии не касались, мы касались всей порнографии в целом. Отвечая сразу Давыдову, что касается вопроса с тем режиссером из Питера, это один случай, он частный, он не касается контакта. И порнография, где люди спариваются с собаками, со свиньями, с дельфинами, это к зоофилея, где они вымазываются стекалиями, это копрофилея, вполне будет дана экспертиза, что это конкретная порнография. Наши претензии касались в большей степени и основывались на том, что контакт предоставляет умышленно несовершеннолетним пользователям доступ к порнографии. Я бы сказал, любым пользователям, в том числе несовершеннолетним. В том числе и несовершеннолетним, да. Но если брать сегмент несовершеннолетних пользователей и анализировать те услуги, которые, функционные, которые предоставляет контакт, он предоставляет возможность играть в разные там приложения, он позволяет обмениться сообщениями, он позволяет загружать фото и видео, И в частности он предоставляет доступ к порнографическим материалам. Мы предлагали администрации ресурса ограничить детей до 14 лет. Палку не перегибали, вот до 14 лет. Возможности просмотра порнографии. Нам было отказано со ссылкой на статью Павла Дурова «Все мнения порнографии». Нам сказали, что у нас есть политика сайта и, мол, отстаньте от нас. И именно по этой статье мы обвиняем Павла Дурова в совершении развратных действий, в отношении сушнолетних. У нас целое поколение выросло на этом порнографии. Как далеко собираемся идти? Вы довольно так активно выступаете и даже одиозно, я бы сказал. Вы обещаете головную ответственность Павлу Дурову. Что за этим стоит, за этими обещаниями? Вы реально готовы идти до конца? То есть добиться того, чтобы Павел получил срок? Я скажу более. Мы только начали. Мы еще не занимались рассылкой писем западной страны. Где к нему отнесутся гораздо суровее. Такие как Германия, Англия, США. Вы полагаете, что они не знают о том, что существует порнография ВКонтакте? Мне кажется, что это общеизвестно для тех, кто занимается вопросом, что ВКонтакте является самой большой в Европе биржей подобного рода контента. Мы, так сказать, спровоцируем, подадим местные заявления в Германии, например, в частности, сейчас готовим на Украине. Мы этот ресурс будем дожимать и целью нашей, я уже связывался вчера, по-моему, с техподдержкой и передавал месседж Дурову, что сегодня еще возможность сесть за стол переговоров, удалить всю порнографию и выйти из этого скандала сухими. Если будет на то воля. Сергей, очень много за последние пару лет было обращений от разных групп лиц, церкви. Там, помнится, письмо Олега Тинькова с требованием удалить порнографию. Письмо, подписанное рядом топ-менеджеров Рунета, опубликованное в ведомостях. Я тоже принимал там участие, активное. И так далее. Однако, никакие действия до сих пор не сподвигли ВКонтакте заняться вопросом всерьез. И действительно, до сих пор порно доступно для любого пользователя в социальной сети. Почему у вас удастся, вы думаете? Потому что нам уже удалось и Витчатеру шатать, и Мейл.ру. В свое время гигант Мейл.ру, на его ресурсах располагались тоже инцессы общества. Тоже там педофилы дружились. Сейчас эта проблема решена. Мейл.ру пошел на уступки. Сейчас работает и заинтересован в совместной работе. Сеть Одноклассники сама выступила инициатором сотрудничества и предложила проконсультировать их по вопросу безопасности детей в сети. И ВКонтакте тоже ушатаем. Вы убеждены, что добьетесь того, что ВКонтакте закроют порнографию внутри сети? Это наша цель. И не важно, сколько понадобится лет, сколько ресурсов, все равно этого добьем страной. Хорошо, спасибо большое. Это был комментарий руководителя информального движения «Охотники за головами» Сергея Жука к их претензиям к ВКонтакте. Денис, у нас очень немного времени осталось. Ты как-нибудь ответишь? Да, но претензии как раз «Охотников за головами» касались не порнографии изначально, а детской порнографии. Вот сейчас сделан акцент на порнографию. Ты слышал, да, сейчас ньюсмейкер Сергей Жук сказал о том, что речь идет все-таки о порнографии в целом. То есть вот если теперь речь идет о порнографии в целом, то мы поддерживаем вот эту позицию принципиально. Но опять же, заходить нужно с другой стороны. Нужно не Павла Дурова обвинять в том, что он попустительствует, а нужно в комплексе эту проблему видеть. То есть нужно привлекать к уголовной ответственности тех, кто совершает преступление, а очевидно, что это преступление. Но опять же, мы должны понимать, что такое порнография тех, кто размещает. Вот как было с детской порнографией? Посадили 100 человек, дали реальные сроки 100 людям, которые размещали детскую порнографию. Рассказали об этом публично. И охота у других распространения детской порнографии в ВКонтакте отпала. Потому что люди понимали, что вслед за этим наступит реальное уголовное наказание, неотвратимость наказания за совершенные преступления. Если мы говорим о порнографии, то делать нужно примерно то же самое. А вот так вот найти порнографию даже где-нибудь на Ютубе, тоже можно. На Ютубе? Да, по-моему, фильтры ставят. Я тоже был уверен, что нет, и всем говорил, что нет. Я, как Виталий, все в интернет-маркетинге пробует, я также пытаюсь пройти путем пользователя. И вот ВКонтакте мне очень хорошо удалось моментально найти сцену насилия, порнографии и всего прочего. К сожалению, и ужаснейшая, кстати говоря, сцена насилия. А вот на Ютубе найти хотя бы обнаженную женскую грудь мне не удалось никак вообще. Я тактически пытался. А это вот, кстати, еще к вопросу... Да, 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 да. Это еще как раз к вопросу о ВКонтакте и о несовершеннолетних пользователях. Вообще, конечно же, нужно ограничивать использование этой социальной сети несовершеннолетними, ну и вот, или... Хорошо, было бы интересно, если бы вы нашли общий язык с охотниками за главами, несмотря на одиозность отдельных заявлений. Коллеги, нам нужно заканчивать, к сожалению. Я бы еще поговорил, но время уходит. Спасибо большое. Напомню, что в гостях у передачи Ронад сегодня у нас были Виталий Мышляев, гендиректор компании «Силуума», Денис Давыдов, исполнительный директор Лиги безопасного интернета. Коллеги, спасибо большое за ваше время. Спасибо. Всем пока. Спасибо. Всем пока, слушатели. Меня зовут Максим Спиридонов. Слушайте нас каждый понедельник.